Быть лучшей в своей профессии. Нет, ни в одном учреждении и даже ни в одном регионе. Быть лучшей в целой стране. Каково это? Об этом мы узнали у победительницы конкурса профессионального мастерства «Учитель года» Светланы Румянцевой, которая вот уже почти 25 лет трудится на благо родной 15-й Бараухской школы. Вас приветствует программа «Новополоцк в лицах» и я, его ведущая Юлия Рубцова. Светлана Румянцева – отличник образования Республики Беларусь. Дважды занесена на Новополоцкую городскую доску почета как мастер педагогического труда. Многократный победитель конкурсов профессионального мастерства городского и областного уровня. Накануне признана лучшим учителем Республики Беларусь. Добрый день, Светлана Леонидовна. Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Я знаю, что вы предпочитаете разговаривать на белорусской народной мове и дома, и в школе, да, не только на уроках. Но, если вы позволите, я все-таки буду с вами общаться сегодня на русском языке. Добрый день, Юля. Конечно, конечно. Разговляйте так, я к вам сручно. Скажите, как сегодня поживает лучший учитель нашей страны? Уже немножко стихли страсти вот этого профессионального конкурса, да, когда о вас говорили везде, где только можно, и ваше имя действительно сегодня известно на всю страну и даже за ее пределами, как лучшего учителя. Как сегодня вы поживаете? Ой, сегодня вельми добра. И сегодняшний день к этому подтверждение, так как зараз каникулы. И есть у любого наставника час отпачить крышечку, передыхнуть и просто поглядеть назад, нечто асансовать и уже с новыми планами, с новыми надеями уступить у Новый год. Ах, это не новый научальный год для нас. Это будет уже другое по угодке, але с новыми силами, с новыми надеями, с новыми планами. Светлана Леонидовна, сегодня вами взята уже такая очень высокая вершина. Вы лучший учитель нашей страны. А куда дальше? Какие планы строите? Как планируете дальше развивать себя в профессии? Планы у наставника, ну и у человека завсюди много. Калі глядеть и такие вбудовытники, проекты и планы на ось год 2018, так это первое за все, как мои учени были успеховыми, как они были добрыми учнями, как они старались учиться, им это было интересно. Как я не стопывали новые веды для кожного ученика, этого жадаю. Но так само есть ученики, одоранные в плане белорусской мови и его учения. Поэтому я ждаю для всех, для всех своих выхыванцев, для всех своих учеников, творческих здяснений, интеллектуальных поспехов. Бо спаборництву и розных конкурсов у нас вельми много для деток. Поэтому своим ученикам я жадаю быть успеховыми. И планы да помахчаем у гэтым. Ну и, конечно, планы на особистая жизнь, это так само я не есть. Вось ранее у меня не было махчымость иметь свой автомобиль. Зараз хен з'явился. И пеший план, який, вот, для себя бея, таки выбудывала гэта, пасти в аутошколу и набыть посвеченье водителя. Давайте с вами сейчас вернемся к конкурсу. Поделитесь с нами, пожалуйста, теми впечатлениями и эмоциями, которые вы испытали, когда ваше имя объявили как лучшего учителя. И была ли именно победа сама цель? Или вы хотели просто поучаствовать, самоутвердиться, оценить как-то на таком уровне свой профессионализм? Мара у меня была такая, как у своей номинации, наставнику белорусской мовы и русской мовы, ну, показать добрый выник. Хотелось, конечно, выйти в суперфинал. Бог, это, напевно, мара кожного, кто удельничает в конкурсе. Але боротьба была вельми напроженная. Она вот за выход в суперфинал. И когда я уже досягнула вот этой своей мары, ну, у меня была такая макшемость, крышечку расслабиться и уже подумать про то, что можно зараз отрымать задовольнение просто от того, что ты будешь иметь стасунки с такими творчими и талиновитыми людьми, что суперфинал будет святым. И хотелось, чтобы это свято запомнилось на долгие годы. И это, правда, вышло так. А на наступный день, 28 вересня, она вот не чекала, что именно мое прозвищо прогучить, как прозвищо лепшого. Поэтому я чувствовала себя спокойно, вельми святочный настрой был, такий добрый настрой. И интрига заховывалась до последнего момента. Никто не ведал, нас суперфиналистов, а нас было восьмера, что это прозвищо будет объявлено. И, когда я прозвищала, я, конечно, была вельми издивлена и уражена, и эмоции просто зашкаливали, конечно, в той момент. Это и хваливание было, это и нереальность того, что отбывается, конечно же. Но это великая радость, безмежная радость. И разом с тым – это отказность. За большого хрустального журавля и звание победителя национального конкурса «Учитель года» боролось 56 педагогов со всех уголков Беларуси. Это настоящие профессионалы и люди своего дела, говорит Светлана Румянцева. Здесь удалось обзавестись новыми знакомствами, обменяться опытом, открыть новые грани собственной личности. Подводя итоги конкурса, уже прошло некоторое время, и так вот оценивая издалека его, Как вы сами считаете, что вам помогло победить? И все же были сильные, все были лучшие педагоги в финале. Что все-таки позволило вам проявить себя лучше других? У меня, вот есть свои сокрыты по успеху. Их богато. Это не один и не два. Во-первых, я лечу, что каждому, кто хочет быть успеховым, потребных иметь. Вот самое главное для меня – это важно любить то, чем ты занимаешься. А я вельми люблю свою профессию. По-другому, это, конечно, оставаться за все-таки самим собой. На этом конкурсе я зрозумела, что не стоит показывать чужой опыт. Треба заховаць некое такое свое, свое уласное бачынье у этой профессии, свой уласный почерк. И вот этот стрыжень, он допомог мне переодолить многие перешкоды. И первое, ну, вот, очувать конкурс не боротьбой, а вот обменом опытом. И третье, секрет моего успеха – это, что я окружила себя вельми светлыми, разумными и длинновитыми людьми. Одразу, уже сгаджаючася, но в делу в этом конкурсе, я попросила своих коллег, сябров, быть побольше со мной. И вот эта команда – это наставники нашей школы, администрация моей установы эдукации. И это мои поважанные коллеги Наталья Михайловна Никанова, намесник по учебно-методичной праце. И Ирина Миколаевна Рыбацкая, наставник русской мовы и литературы. А я еще, мои дорогие коллеги, установ города Полцкая и Новополцкая. Татьяна Фаиловна Лубинская была у моей команде, не глядячи на тое, что это директор гимназии номер два, что ей столько много обвязков, а ли Татьяна Фаиловна была со мной навод у часы своего отпочинку летом. И потом смогла знайсти час, приехать на суперфинал и на поздний ночный урок. А еще это моя сябровка, сполцкая Лена Владимировна Козлова, яку я веду вельми давно. И так само поважаю, как профессионалы. Вось такая команда, якая дозволила мне прийти до перемоги. И гэтые люди, они своими парадами сложными, своей допомогой, навыц своей энергетикой подпитывали мене. И мне было вельми комфортно в умыценном плане с ними. И я отживала такую подпитывку. Наводь перед конкурсом я уже говорила своим близким и родным. Когда уже я бачу такую вось подпитывку, ну, я уже не маю права отступить назад. Вы сразу вернулись сюда в трудовые будни, в свою родную 15-ю школу Бараухи. Как встретили вас в школе после конкурса? И как вы сами считаете, изменилось ли отношение к Светлане Румянцевой как преподавателю, учителю белорусской мовы, и как Светлане Румянцевой победителю такого конкурса масштабного, профессионального? Почувствовали что-то? Я, наверное, вельми пошанцевала в жизни, потому что в учни, я гэта отчуваю, они вельми добры до меня относятся. И разных классов, потому что я выкладаюсь с пятого по одиннадцатый. И когда я ехала на конкурс, они одразу верили в мене. Наводь я настолько не верила в то, что это мягчимо, а в учни верили. Поэтому великое счастье не убачить разницы тем, каким ты отъезжал и каким ты приехал. Потому что я полностью уверена тем, что когда бы даже у меня не трыбалась, то это был бы просто отдел в финале. И они порадовались за меня не меньше, чем тогда, когда я приехала победителем. Конечно, это было великое святое. Когда я вышла в школьный калидор, то мене сустрыкау просто живые вось таки калидор звучни. У моих коллег, которые трымали и шары, и кветки. А главное, их на твару были такие счастливые усмешки. И вот же наполненная радостью, что в этот момент не забудется николе уже тем. В такие моменты понимаешь, говорит лучший учитель страны, что это не человек выбирает профессию, а профессия выбирает тех, кто готов и способен каждый день, стоя у доски, не просто делиться своими знаниями, а на каждом уроке каждому ученику отдавать частичку своей души и тепла. Именно оно и помогает учащимся покорять предметные олимпиады, показывать достойные результаты на тестировании и уверенно продолжать обучение в высших учебных заведениях. Светлана Леонидовна, в этом году вы уже встретите четверть века в этой профессии. А вспомните, с чего все начиналось и почему все-таки в приоритете стала педагогическая деятельность? На наставницкую профессию я выбрала у детенствия. Мама была наставником математики, а батька врачом. Старая сестра однозначно выбрала наставницкую специальность и поступила на химбия у Витебский державный университет. А батька вельми хотел, чтобы я пошла по его дороге, по его шляху. Она вот мне так уговор, говорю, дачушка, я тебе все свои книги, все свои напрацовки отдам. А Леша все-таки Матулина справа перемогла, потому что она была в сердце у меня. И я поступила уже так само, как и старейшая сестра, как и мама, в Витебский державный институт Кирова. И там училась пять лет, и уже зараз вспомнится 25 лет, как я пришла в этом году. 25 лет, как я пришла в эту школу. Но это не первое учреждение образования, куда вы пришли молодым специалистом, правильно? Это не первая установка эдукации. В связи с тем, что еще 6 месяцев мне довелося попрацовать в 12-й школе города Новополоцка. В связи с тем, что тогда нас, наставнику пятого курса, выпускников, можно так сказать, института, они кировали. В разные установки эдукации в области не хватало наставнику белорусской мовы и литературы. Поэтому все мы, две группы студентов, были отправлены на работу. Но я вспоминаю 12-ю школу с великой удовольствием в сердце, так как наместник директора Ананка Галина Васильевна и директор школы Светлана Ивановна Дроздова. И они для меня, правда, яркий узор того, как треба сострыкать молодого специалиста, как с ним треба працевать, как не отбить охоту от наставницкой профессии на два рода. Уселить упевненностью своей силы. И Светлана Ивановна, и Галина Васильевна зарабили. Усел для того, как я, напевно, отбылась у этой профессии. А уже потом была вось Баравухская середняя школа. Как вы здесь оказались, расскажите? Вышла замуж, и муж был военный, и проживали в Баравусе. Поэтому вы решили выбрать школу, которая находится ближе до места жихарства. И, не глядячь на то, что складано было покинуть 12-ю школу, все ж таки выбор, как просто быть ближе. Светлана Леонидовна, скажите, пожалуйста, а если бы вы не стали педагогом, кем бы вы стали, и что вообще сегодня в вашей жизни значит вот в эту вашу профессиональную деятельность, выбранную вами тогда, 25 лет назад? Судовное питание, конечно, тому, что вы лешие профессии, и кем я захоплялась. У меня было некольких профессий у выбора, а леусеины были связаны со словом. Я вельми любила читать. Читала за поем, читала вельми много, в детстве, в енатстве, потому что очень любила слово. И писала, писала в районную газету «Голос Рассоншины», она зараз называется. И мне нам отдавали на кироване, ну, в БДУ, на факультет журналисты. Можно было выбирать. А я еще хотела быть библиотекарем. Думала, вось там нареште, я смогла вельми-вельми много читать, отдаться, с правой, которую Бажза все на тою пару любила. Поэтому вось таки выборы – библиотекарь, журналист, або наставник. А ле наставник, вось гэтая праца, она перемахла. Ваша дочь, насколько мне известно, тоже решила продолжить династию педагогов, которая уже создалась за годы в вашей семье. А как вы считаете, только ли ваши успехи повлияли на выбор ей этой профессии? Так, а ле на мою дачку поплывал не только мой выбор, а ле выбор бабули и выбор моих сестер. Тому што Алена – это наставник химии и биологии, моя старая шая сестра. Молодшая сестра моя выбрала специальность еграфия биология. Поэтому я набачила вось нашу когорту, калі мы застрыкаемся, як мы обмерковываем усе пытанье, звязанное с нашей профессией. Ну и, конечно, мой власный приклад так само. Мы однозначно ведали, что это будет гуманитарная дисциплина, где она вельми любила историю. Вельми любила и зараз любить историю. Ну и еще одна любовь – это английская мова. И дякуючи нашим наставникам нашей школы, у Юлии была такая… Так, она училась и закончила вот эту нашу барабузку, 15-й школу. Приклад мой, наших наставников, приклад моих сестер и бабули. И он поплывал на ягей выбор. Светлана Леонидовна, вы родом из Расонского района, там у вас все близкие, родственники. Легко ли здесь одной быть? И были ли такие мысли, чтобы вернуться все-таки к себе домой? И что помогает вам здесь, что оказывает поддержку? Видите, Юля, напевно таких думок уже не было, як только почала працавать. Я памятую себе молодой, когда мне нужно было ехать в Боровуху первую, как я боялась. И думала, что мог бы вернуться, когда-нибудь. Но поступившие годы, и уже Боровуха и Новополцкая, они стали для меня родными. И в Боровусе и Новополцке мне ж мать сябров, без каких я не уявляю своего життя. Я не частка моего життя, частка моей семьи, сябрых, это вельми важно для меня. С такой командой, как говорится, через огонь, воду и медные трубы. Не говоря уже о конкурсе профессионального мастерства. Именно эти люди и стали для Светланы Румянцевой тем локомотивом, который направлял и поддерживал на пути к заветной победе. Светлана Леонидовна, вы очень много уже рассказывали нам о ваших друзьях, о тех коллегах, которые вас поддерживают, в том числе и которые, без помощи которых не обошлась ваша победа. Познакомьте нас, кто сегодня собрался за этим столом. Ирина Николаевна Рыбацкая Познакомьевна была именовита тут у Барануси. Я однократно слышала за стенами школы, что Светлана Леонидовна очень любят дети. Как вы считаете, почему? Чем она так их подкупает? Так это же солнышко, вы же посмотрите на нее. Мрачная она практически никогда не бывает. Она всегда улыбается. Плохо ли ей, хорошо ли ей, она всегда улыбается. И вот тут Алла Михайловна говорила о том, что семья, большая тесная связь с семьей, тепло, любовь, наверное, вот эта тепло и любовь, которую она получила из семьи, она не может по-другому себя, даже с детьми, с которыми она работает. Она отдает себя детям, свою тепло и любовь. Дети это чувствуют. Они очень чувствительны на искренность отношений. Алла Михайловна, поделитесь, пожалуйста, какая Светлана Леонидовна дома? Какая она со своими близкими? Потому что одно дело все-таки работа есть работа, да, здесь немножечко, может быть, где-то строгости хочется добавить, еще чего-то. Какая она дома? Знаете, наверное, она очень хорошая дочь для своей мамы. Она всегда очень переживает за свою маму. Она готова, наверное, в каждый момент о ней думает, готова, наверное, на помощь бежать по любому ее зову, по ее любому, как говорится, такому слову. Она очень переживает за маму, за своих сестер. Она всегда с ними созванивается, она всегда в курсе их дел и всех событий, какие там у них происходят. Мама тоже за нее очень переживает и волнуется. У нее такая очень глубокая связь с родными. Удивительная она, человек, конечно, как у педагога все понятно, но как человек. Она обладает скрупулезностью, такой точностью, у нее все размеренно сюда, здесь слева, здесь справа. И в то же время некой несобранностью. Я вам всегда говорила, думаю, сказать или не сказать, она же у нас может сесть в поезд и уехать в другую сторону. Вы представляете? Я тоже так могу. Не верю. При всем том, что она может за 45 минут влюбить в литературу, в колоса, в купалу, в любую, объяснить необъяснимо, в то же время она может в обычной жизни так вот потеряться и уехать в другую сторону. И задуматься, и совсем не думать, что куда я еду. Головно, что я еду. Светлана Леонидовна, скажите, очень много времени вы проводите в школе, и это понятно, что в своей работе любимой вы отдаёте всё себя. Но есть же жизнь какая-то и за работой, свободное время. Какое оно для вас? Сколько это примерно? Это суббота, воскресенье? Или как обычно вы проводите выходные дни? Чем занимаетесь? Может, походу в лес ещё что-то? Так, Людя, свободного часа з усим не мах, особенно в прошлый год. И моя группа поддержки про это веды, что его з усим не было. Но я споделюсь, что его будет больше в этом году и в следующем году. Когда такой час выпадает, то он за все, когда это такой час учебный, то вольный час стараюсь проводить за книгой. Вельми люблю читать, вельми люблю читать. Ну, далее, конечно, это взносина с сябрами. Мы же не только ушколиваемся. Нам бывает складано на перапынках и словом так перекинуться. Тому я и телефоную часто. По телефоне с сябровками еще разговляем по зашколой. А так само сценность, когда классники обовязково каждый день для журнавины то, что добывается у моих сябровок, які живут, нажать, ну, не в этом городе, потому, что вельми шмат сябров, и это меня радует. Ну, и, конечно, коли это лето, то это звычайно лес и праца на земле. Ну, девчата ведают, что я заядлая ягодница. Ну, чарницы вельми люблю избирать и избираю по многу. И брусницы так само уже, клюк, вот так, журавины по белорусски уже не вельми выпадают. Наверное, потому, что в сентябре клюк собираюся. на вот той зададенный план. Мы просто мы не думали перемахчи у всех. Головное, треба было перемахчи самим себе. Доказать самим себе вася в руки так само, что мы можем, что мы сдатны нам многое. И я виме рада, что она так оправилась. Что будем дальше делать? Паршу вопрос. Какие у нас перспективы? Планы. Перспективы жить, так, работать. И мне кажется, самые такие веселые перспективы у нас. Потому, планка пыльная переодолена. Теперь конечно же мы не будем споняться над осянутым. У нас только молодят или на виду в школе. Мы будем допомагать, мы будем править, мы будем учить и учиться у молодых сами. Ну и просто жить радостно. весело. А в нашем коллективе это и будет так. Сегодня важно сохранить те традиции и тот микроклимат, который создавался в школе не одним поколением педагогов, говорит Светлана Румянцева. А гордиться действительно есть чем. Это выпускники, которые возвращаются в родную школу на смену своим первым учителям. На сегодня это все. Напомню, выпуски программы «Новополоцк в лицах» можно просмотреть на нашем YouTube-канале и на официальной странице ВКонтакте. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин